Фронтовые подруги Сургута отметили юбилей. Ровно 30 лет назад в Доме культуры «Строитель» состоялось первое заседание клуба. 18 февраля ветераны встретились в 162-й раз. Поздравить юбиляров приехали глава города и Татьяна Расторгуева. Необходимость создания клуба «Фронтовые подруги» в 1985 году была очевидна. Приехавшие развивать Северный край участницы Великой Отечественной в то время уже вышли на пенсию. Но хотелось поделиться с подрастающим поколением своими воспоминаниями, рассказать от первого лица, как начиналась война. К тому времени мы уже не работали, мы остались в каком-то новом статусе и остались со своими воспоминаниями, которые никогда не уходили от нас. И вот необходимость сказать кому-то, помнишь, а знаешь, как это было, позволила клубу посуществовать вот так долго, 30 лет. И поэтому сегодня нас немного, но мы в темняшках. Сегодня их действительно немного, всего 16. А ведь за годы существования клуба в его рядах побывало более 200 сургутянок, участниц Великой Отечественной войны. Ту работу, которую они провели среди молодежи по патриотическому воспитанию, сложно переоценить. Они и сейчас готовы, как говорится, к труду и обороне, но силы уже не те. Поэтому всех приглашают к себе в гости, чтобы успеть рассказать то, что помнят. Мы выражаем вам слова огромной благодарности за то, что вы делаете в плане военно-патриотического воспитания. Ведь только ваши живые рассказы о событиях тех далеких страшных лет, о том героическом подвиге советского народа, воспринимаются нами, вашими детьми и внуками, как истина в последней инстанции. Слова поздравлений в этот день звучали со сцены неоднократно. А еще военные песни, стихи, воспоминания о событиях, забыть которые невозможно. Помнит Вена, помнит Альпы и Днай, тот светущий и поющий яркий май. Ты, приветце, в русском баксе сквозь года, помнит сердце, не забудет никуда. Такого внимания фронтовые подруги не ожидали, но благодарны, что их работа по патриотическому воспитанию молодежи не прошла даром. Участницы Великой Отечественной обещают, что продолжат рассказывать о событиях страшных сороковых. Татьяна Расторгуева, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости.